В районной администрации прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Говорили на совещании о состоянии аварийности на территории муниципалитета. В заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел заместитель главы Славянского района Константин Левчинко, приняли в участие специалисты городской районы администрации, главы поселений, главный государственный автоинспектор по Славянскому району Евгений Старчак, начальник управления образования Елена Щурова. Ситуация с аварийностью на дорогах Славянского района по-прежнему остается сложной. Количество дорожно-транспортных происшествий держится на высоком уровне. С начала года уже произошло свыше 30 аварий. 10 ДТП на федеральных автодорогах, в которых 6 человек погибло и 8 получили ранения. На региональных автодорогах у нас 5 ДТП произошло, погибших не зарегистрировано и 6 раненых. И на местных дорогах 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибло и 21 получили ранения. Также в ходе совещания обсудили причины детского дорожного травматизма. Основные виновники таких происшествий, конечно же, взрослые, которые не перевозят детей в удерживающих устройствах, не учат их правилам безопасности и, что самое страшное, сами покупают им мопеды, для управления которых требуются водительские права. Что касается образовательных учреждений, то там разработана комплексная программа по профилактике детского дорожного травматизма. Проводятся уроки безопасности, организованные в школах классы юных инспекторов дорожного движения. У нас в жизни снижается количество данных происшествий, которые по вине детей-пешеходов. В 2017 году таких происшествий было 31, в 2018 году 27, в 2018 году 21. Мы учитаем период пандемии, потому что, понятно, статистика так работает совсем ровная, и мы не сможем сопоставить с 23-24 годом. В 23-м году произошло 17 ДТП, в которых 23 ребенка получили травмы. Не зафиксировано ни одного ДТП по вине объемных пешеходов. За 5 месяцев 24 года произошло 3 ДТП, в которых 3 ребенка получили травмы. Снижение в прошлом году на минус один, но, понятно, что такая статистика не совсем будет верна. В любом случае, это жизнь здорового ребенка, или как-то минус один, просто как факт, Константин. После обсуждения представленных докладов были поставлены задачи по подготовке к новому учебному году и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, такие как замена и обновление технических средств организации дорожного движения, линий уличного освещения, повышение уровня освещенности пешеходных переходов, светофоров вблизи образовательных учреждений.